Друзья, привет! Вы смотрите канал Хочу-Лечу! Меня зовут Ярослав Долгушин и мы на Бали! Спасибо всем, кому интересны мои видео, кто лайкает их и комментирует! Сегодня будет видео, так сказать, вдогонку к предыдущему, где я рассказывал о международных правах и особенностях вождения на Бали. Кстати, вот это видео. И сегодня я расскажу вам конкретно уже по ценам на аренду и всяким сопутствующим сервисам. Но вы уже в курсе, чтобы нормально ездить, а не стоять в пробках по Бали, нужно брать байк. Вот так происходит заправка, вы просто подъезжаете и вас заправляют. Смотрите, у них чуть-чуть другая градация по видам топлива, но вот нашему 92 соответствует Pertamax и это, походу, самое крутое, что у них есть. Я заправляю свой байк, вот, кстати, он стоит, заправляют то, что называется Pertamax. Я видел, что заправляют байки и, в общем, разные. Не ищите здесь на заправках КАЗ, здесь все из рук в руки верчет. Заправил полный бак, получилось на 28 тысяч. Сейчас посчитаю, сколько у меня помещается. Проведя некоторую калькуляцию, я высчитал, что в бак моего байка помещается где-то 3-3,5 литра топлива. У меня байк Honda Vario, это из простых байков. Если округлить по деньгам, то это 30 тысяч рупий и на полном баке я проезжаю 100 километров. Получается, для вас выйдет по деньгам на топливо 100 километров 30 тысяч рупий. Смотрите, заправок с бензином очень много по-острому, но если вдруг вы оказались в каком-то районе, где не можете найти заправку и у вас закончился бензин, тоже не волнуйтесь. Здесь в очень многих домах в частном порядке люди приторговывают бензином. Не знаю, откуда он их берется. И обращайте внимание, вот стоят такие стенды возле каких-то мелких магазинчиков, либо возле каких-то домов и вот там вы можете купить. То, что в синих бутылках соответствует Pertamax и нормальная цена участников 10 тысяч рупий за 1 литр, а то, что желтое, соответствует тому виду, который подешевле. Могут встретиться вам еще вот такие вот мини-заправочные станции. Это те же самые участники и цены у них вот такие же, как если бы вы просто в бутылках покупали, но чуть-чуть более цивилизованно. Сегодня мне первый раз пришлось заехать в СТО. Это шиномонтер для мопедов. Вот мне сейчас разбираются, латается мое колесо или нет. Сейчас запомните цены. Если латать старую покрышку, то это стоит где-то 15-20 тысяч. Если покупать новую, то это стоит 50-60 тысяч. Уже второй раз пробиваю колесо. Хорошо, что по дороге оказалось. Вот такая нация. Чему интересно, вот так выглядит маленькое СТО домашнего типа. Такие СТО тоже найти не проблема. Они и есть в достаточном количестве. Но смотрите, вот на них вам могут сказать более завышенные цены. Для этого я вам про цены уже все сказал. И настаивайте, что давайте попробуем залатать старую покрышку, потому что вам по-любому будут сразу стуливать новую. Залатали, теперь ставят назад и скоро можно будет ехать, наверное. Обещал сказать вам про аренду, где можно взять байк или машину. Много говорить по этой теме не буду. Просто в комментариях под этим видео оставлю проверенные телефоны, проверенных людей, у кого вы можете байк или машину взять. А еще вашего друга можно просто взять и помыть. И это счастье будет стоить вам 15 тысяч руби. Есть на Бали платные дороги. Я встречал, правда, только одну. Возможно, она всего одна. Возле аэропорта есть мост. И вот он платный. И там покупаются карточки, как абонементы. Но, скорее всего, у вас ее не будет. И тогда нормальная цена за один проезд 5 тысяч руби. Аплату за мост хотел сказать первое, что это так не положено. Положено покупать карточки. Так что вы, когда подъедете, говорите, ой, мол, один раз вот держите 5 тысяч руби. Ну, пытайтесь их дать прямо работнику пропускного пункта. Но часто бывает, что они не берут, потому что там, может, начальство смотрит и их поругают. Поэтому тогда стоит с кем-то договориться, кто рядом на байке подъезжает, у кого есть карточка. Просто ему дать 5 тысяч и по его карточке вы проедете. И из этого всего следует, чтобы вы имели всегда разменные по 5 тысяч купюры. Потому что, если вы приедете туда с сотней, то придется там больше оставить, чем 5. Спасибо, что досмотрели до самого конца. Надеюсь, информация была для вас полезна. И теперь, если у вас еще есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях и лайкайте, конечно, это видео. А совсем скоро будет новое полезное видео. И чтобы его не пропустить, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик возле кнопки подписаться. И вы точно ничего не пропустите. Всем добра! Смотрите, кого я тут нашел. Та-ра-дан! Скажите что-то зрителям. Как дела? Все молчат. Ну ладно! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...